И в завершении выпуска. Сказки всегда были и остаются самой любимой детской литературой. И даже широкий доступ к интернету не может заменить ребятишкам старую добрую книжку. Они читают и знают сказки. Это подтвердила викторина, которую для учеников младших классов школы номер 55 устроили сотрудники Красковской библиотеки. Сказочная тропинка бесконечна. Огромное число замечательных произведений этого литературного жанра сопровождает человека всю его жизнь. Сказки никогда не теряют своей актуальности. А уж о пользе чтения волшебных книг и говорить не приходится. Сказка вводит ребёнка и в мир литературы, и в мир взаимоотношений между людьми, и отношения даже, можно сказать, к животным, и вообще отношения к нашему миру. Они живут в мире сказки. И чем дольше это, мне кажется, тем лучше. Четвероклассникам из 55-й школы, которые приняли участие в викторине, предстояло ответить на множество сложных вопросов, касающихся персонажей сказок трёх знаменитых авторов – Шарля Перро, братьев Гримм и Андерсона. И вовсе не надо думать, что вы досконально знаете, например, бременских музыкантов. Ведь одноименный фильм о бродячих музыкантах и оригинал сказки очень сильно отличаются друг от друга. Однако ребятишки своими правильными ответами доказали, что в сказочном море они чувствуют себя вполне комфортно. И книги читают постоянно. Ну, чтобы помечтать. Как-то это связано с фантазией, с мечтой, с воображением. Они учат добру. Моя любимая сказка «Золушка», потому что она очень добрая и справедливая. Потому что её Золушкины сёстры, они вот как бы несправедливо вели себя, то есть злые с ней были. А потом она вот, ну, справедливо получилось то, что она вышла замуж за принца, а им ничего не досталось. Если говорить о понятии сказка, то, как утверждает библиотекарь Светлана Максимова, оно многогранно. Поэтому подобная литература привлекает и взрослых. Только носит название «фантастика». Они хотят сказки, чего-то такого, необычного, но чтобы вот что-то такое. Ведь и прочитав вот даже ту же фантастику, приходят и говорят, да, это сказка, но это вот что-то было сказкой когда-то, сейчас это были. Литературные встречи и тематические викторины среди школьников в Красковской библиотеке проводятся постоянно. В течение нескольких месяцев ребята набирают баллы за правильные ответы. А в конце учебного года библиотекарь вручает им награды за знания. Ольга Щевелева, Максим Горсков, телеканал ЛРТ.